привет рыболовы наши дорогие подписчики и зрители с вами антонович на протяжении многих зим ловя белую рыбу и потрошаю потом дома с интересом наблюдаю содержимое животов и сейчас с помощью подводной видеосъемки смог непосредственно посмотреть чем питаются подлёдные обитатели зимой на личном опыте и данных наблюдений выработал свою прикормку для белой рыбы зимой хотя она хотел заметить что абсолютно универсально ее можно также великолепно применять и летом и она меня никогда не подводит ни зимой ни летом интересная рыбе удобная в использовании зимой и конкурентная среди рыболовов варим ячневую или пшеничную кашу как можно суше делаем ее это самая недорогая из каши которые которые сейчас продаются в продаже имеется пропорции воды два стакана один стакан каши для того чтобы она была сухую сухенькая такая практически обезвоженная варим и оставляем немножко поначалу помешиваем потом оставляем до утра она доходит сама впитывает всю влагу и получается такая каша у нас вот крутим на мясорубке жареные семечки жмых и свежевыжатый вот если свежевыжатый жмых у вас очень свежий то в принципе семечки можно обойтись и без семечек жареных но лучше конечно они дадут все равно лучший запах и вкус для рыбы дальше берем и крутим на кофемолке ляные семечки жареные или же конопляные я пользуюсь всегда конопляными их довольно просто достать на рынке можно купить сейчас спокойно такие семечки вот жарим их и перекручим на кофемолочки я имею часто пользуюсь потому что они абсолютно универсальны для любой рыбы плюс они немножко слабят рыбу и она постоянно хочет питаться они заставляют рыбу без конца питаться и никогда не перекармливается прикормками нашими соответственно давайте сбросим это все сюда мы засыпаем семечки подсолнуха и семечки конопли засыпаем вот так или дна жареного они тоже дают великолепный запах и вкус добавляем кокосовую стружку наряду с лузгой подсолнечника стружка будет постоянно всплывать и активно постоянно привлекать рыбу удерживая ее возле лунки перемешав все это получим нашу зимнюю прикормку скажу вам что и летом она будет работать так же хорошо и безотказно если она слишком влажная из-за каши если у вас получилось каша мокрая добавим еще немножко сухого жмыха молотого или же сухарей добавим сухариком не помешает прикормка по суше для нужно для мелких и тихих вод для глубоких мест и большим течением нужно добавлять муку она повысит клейкость и пыльность мутность прикормки добавим обязательно видите она немножко влажноватая для зимы нужно чтобы было посушить чтобы она не замерзала просто у вас в баночке или же я в ведерочках небольших всегда нашли на льду если будет необходимо всегда можно добавить воды и сделать прикормку более густой и вязкой и использовать ее скажем в нашем к точке пружинки посмотрите обзор здесь вот вот скажем так вот берем водички чуть добавим благодаря муке она начнет лепиться вот таким образом ее можно использовать на большом течении или на большой глубине если течения нет то просто подсыпать небольшими порциями пока дойдет до дна она будет распыляться вот таким образом на малой глубине и малым течением прикормливать нужно более сухой прикормкой прямо в лунку по мере надобности и небольшими порциями надо закрыть луночку потому что тут глубина небольшая погода солнечная у нас такая есть специальная сыпучка вот такая вот такая она же и подкормка прикормка и затеняют луночку тоже закрывает меня чтобы не видно было и лунка будет прикормлена и одновременно закрыта что особенно важно при ловле на малых глубинах плотвы карася и особенно красноперки как показали мои наблюдения при потрошении рыбы а также подводное видео ясно-порка ясно-порка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На морозе такая прикормка не замерзает и поэтому ее удобно использовать Поэтому она и называется зимней Она привлекательна практически для всей рыбы семейства карповых И очень доступна и удобна для рыболова А теперь добавим молотый огурец или лучше огуречный лосьон Он неотразимо будет действовать на лище густеру, карася Это будет наш секретный ингредиент Для тех, кто первый раз будет крутить на мясорубке семечки Или там жмых Будет немножко проблема возникать с усилиями То я покажу прием, как это делается легко и правильно Крутим раз, два, три и один назад делаем оборот Раз, два, три до упора и назад И семечки любые, любой жмых, любой твердый ингредиенты будут перемалываться великолепно На морозе такая прикормка не замерзает И поэтому ее удобно использовать Она привлекательна практически для всей рыбы семейства карповых И очень доступна для рыболовок С вами был Антонович Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Удачи вам в жизни и на рыбалке